Видная зима наступила, Новый год уже на пороге. В этом году поселения и улицы Ленинского района как никогда украшены изысканными огнями. На Советской площади установили вот такую замечательную елку. Все это создает веселое настроение. Настроение новогоднее, город прям очень этому поспособствовал. Вот ждем Новый год и еще бы снег выпал и было бы супер. Украшено, все хорошо, все мне очень нравится. Настроение есть? Да, очень замечательно, все хорошо. А у кинотеатра «Искра» создали поистине волшебную атмосферу. Здесь будет интересно всей семье. Это отличное место, чтобы провести новогодние каникулы. Две ледяные горки, ледяной трон, центральная елка и масса световых инсталляций. Детям нравится. А раз детям нравится, значит и нам нравится. Замечательные горки. Надеемся, что они не растают, как у нас обычно бывает. А так детям вот нравится, прикольно, красиво, спасибо. Классно, мне нравится, как тут елочка красивая. Мне очень тут нравится. Я не боюсь скорости. Когда скорость, я вообще кричу, потому что мне весело. Но не только улицы Ленинского района украшают новогодним убранством. Люди тоже наряжают свое жилье, ставят елки, кто-то предпочитает искусственные, другие по старинке покупают живые. И здесь очень важно не наткнуться на некачественный товар. На каждой елке есть каждый сертификат качества. То, что елку выращивалось в специальных питомниках, если нет правильного сертификата на елке, значит елка могла расти в неблагополучном месте. И в ней могут находиться насекомые, то есть всякая живность. Покупать наши люди предпочитают сосну, а также датские и русские ели. Отличие у последних в запахе. Отечественные более ароматные, зато импортные дольше стоят. Но главное, что спрос на живые деревья не уменьшается. Елка должна быть живой, а не искусственной. Вообще, ну так-то, по-хорошему, если, да? Праздник должен быть настоящий, он должен чувствоваться дома, это первое. А второе, как бы, ну, елки эти очень красивые, мне нравятся, ребенку моему нравится, самое главное. Вот такую миниатюрную, но очень вкусную и красивую маленькую елочку можно поставить у себя дома, если у вас нету места для живой большой ели. На Новый год хочется живого что-то, и чтобы пахло елкой, потому что, как бы, ну, некуда пока поставить елку большую, хотя со временем, с удовольствием буду это делать. Есть искусственные маленькие, а хочется что-то прям вот украсть ее шишками, повесить какие-то игрушки и просто вспомнить детство. Популярная русская забава в новогоднюю ночь пускать ферверки. Точек по их продаже в Ленинском районе много, некоторые из них не соответствуют требованиям продаж. Поэтому к этому вопросу стоит относиться тщательно, чтобы новогодняя ночь не была омречена несчастным случаем. Важно знать, что продажа пиротехники разрешена только в стационарных торговых точках, которые должны быть оборудованы противопожарной сигнализацией. Реализация запрещена лицам младше 16 лет, вся продукция должна находиться за прилавком и демонстрироваться только продавцом, а также иметь сертификаты. Видно, в чане к таким покупкам относятся ответственно. Чтобы сертификат был у продавца, обязательно не смотрим. Почему вы считаете это важным? Потому что это наша безопасность. Что не самодельно, правила безопасности прочитать. Ну и, соответственно, зажигать их в установленных местах. У нас есть несколько таких в городе. В силах каждого из вас создать, а что самое главное, сохранить то самое новогоднее настроение. Мы уверены, у вас это получится. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.